Здравствуйте! В эфире программа, в которой садоводы делятся своими достижениями и рассказывают о своих дачных хитростях. И сегодня мы в гостях у Любови Николаевны Самохваловой. Здравствуйте, Любовь Николаевна! Здравствуйте! Любуюсь вашей смородиной! И знаю, что у вас всегда очень интересные сорта подобраны. Расскажите, пожалуйста, о них. Ну, сорта у меня подобраны разного срока плодоношения и созревания. Есть у меня Надежда, Ядреная, Вологда. Это вот сорт экзотика. Экзотика? Да, экзотика. Конечно, все они различаются по вкусу, по вкусовым качествам и по размеру. Но у меня собрана вся крупная смородина. Вся, буквально, вся крупная смородина. Есть у меня еще сорта, я даже и названия не знаю. Но дело в том, что это мне садоводы давали, у которых действительно все это, ну, как бы они собирают только самое элитное. Вот. Ну, смородину, конечно, лучше приобретать в питомниках. С рук ее не надо приобретать, потому что могут там продать все, что угодно. Вот. Садится смородина. Ну, я, в принципе, я сама черенками делаю смородину. А вот хотела спросить, я в этом году тоже попробовала черенковать, но пока еще результат мне не ясен. Как вообще правильно делать черенки? Ну, смородину черенкуют вот в сентябрь, вот самое хорошее время. Можно посадить. То есть я рановато посадила в июле, да? Можно в июле посадить, но знаете, как ее можно посадить? Ее можно поставить в воду, и она через две недели даст корешки. Потом ее посадить в болтушку обязательно, чтобы она там укоренилась, хорошо, чтобы она почувствовала, что она на месте живет. А потом уже осенью можно ее пересадить и в грядку. Нужно ли ее закрывать? Если вот маленький череночек. Ну, присыпать можно. А, присыпать. Присыпать можно, опять же, замульчировать, что у вас есть для мульчи. То ли торф, то ли опилки, то ли, я не знаю, что там, перегной, сухой и так далее, и тому подобное. Но я беру, отрезаю хорошо, вот это хорошая вызревшая. Верхнюю веточку? В верхнюю веточку. Да, любую, любую. Ее можно размножить двумя способами. Вот нижний побег, веточка. Закрепляется. Закрепляется, я такими вот делаю колышками, закрепляю, и уже на следующий год там будет побег. Значит, или берем черенок, делаем вот прямой срез, обязательно прямой срез. То есть без верхних листьев? Ну, желательно. Желательно без верхних листьев. Берем, значит, на поверхности оставляем одну почку. Ну, это у меня длинный черенок, можно вот покороче сделать. А еще лучше, если он будет с ножкой вот здесь, как бы не разрезанный, а с ножкой. Прямо от куста, вот, отщипнуть так вот. А, то есть лучше отщипнуть, а не отрезать? Да, с кусочком коры, вот. И заглубляем, заглубляем один побег. То есть одну бочечку оставляем, остальное все должно быть в земле. А все остальное должно быть в земле. Значит, на косую режем и садим на, значит, под углом 45 градусов. Под углом, ну, под углом, да. Под углом 45 градусов. Значит, ну, земля должна быть, конечно, питательная. Первые дни, если сухая погода, обязательно надо поливать. Вот. Любовь Николаевна, а почему под углом нужно сажать? Ну, это такое правило. Проще, быстрее прирастет. Да, быстрее прирастет. Это все черенки, как и цветочные, так и эти черенки с кустов, с ягодных, все делают под 45 градусов. Вот. И на зиму мы их немножко пригортаем, там, чем есть. Вот. А весной они уже дадут равноценные побеги. Вот побеги будут как вот с этого, значит, с этой почки, с этой, может, даже с этой. А ягоды будут уже на второй год? Вот смотрите, вот это у меня. Значит, прошлой осенью я сделала черенки. Вот. И весной их высадила. И вот посмотрите, какой они дали прирост. Вот. Хороший куст уже. Я думаю, на следующий год уже будут ягоды. Ну, килограмм ягод. Килограмм ягод. Я думаю, может, килограмм, может, больше. Любовь Николаевна, а за взрослыми кустами как ухаживать осенью? За взрослыми кустами осенью. Ну, осенью. Осенью, конечно, тоже их надо бы и залить хорошо. И потом, значит, их немножечко, значит, корни очень близко к поверхности. Значит, поливать нужно все время. Все время, все лето поливать. Все лето поливать. И осенью даже. И осенью, и весной. Вот у нас хорошо канава, мы весной мы заливаем все кусты. Значит, и обязательно перегной. Здесь у меня лист перегнивший, там всякие эти самые растения перегнившие. Я все ложу под... Зотика в этом году дала самый лучший. Вот почти по ведру. По ведру с куста? Да, по ведру с куста, потому что она крупная. Загущается ли куст? Нужно ли его вырезать? Обязательно. Старые ветки, вот, например, как вот эту. То есть более темные ветки? Да, их уже видно. Их сразу видно, да? Да, вот, их сразу видно. Вот, с них вот можно там, если на них есть побеги, их можно и расчеринковать. В самом низу вырезаете их? Да, в самом низу. В самом низу вырезаете? Да, 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 в самом низу. Вот в этом году я сделала большую посадку смородины. Вот, так что на следующий год, наверное, уже старые кусты будут корчеваться. Вот, а молоденькие уже должны дать хороший урожай. При посадке куста какое оптимальное расстояние между кустами? Где-то должно быть метр двадцать. Метр двадцать? Да. Потому что смородина, есть вот прям, вот он прямо стоячий куст, а есть смородина, которой она ложится. У нее ветви все вот, как бы, склоняются к земле. Поэтому, чтобы им хорошо было дышать, чтобы проветривалось все, нужно их на метр двадцать садить. Любовь Николаевна, а делаете ли вы снизу какую-то поддержку кустам? Или вы так выстригаете куст, что он сам себя держит? Ну, желательно, да, желательно так делать. Ну, вот, когда у меня там вот есть несколько кустов, они у меня загущены, как бы посажены поближе, они друг друга просто держат. То есть, никакой подпорки я им не делаю. Ну, и здесь, несмотря на то, что каждый куст отдельно, вы формируете так, что он держит сам себя. При посадке нужна хорошая заправка лунки, перегноем. Вот, и можно и туда, и суперфосфат положить, и залу можно положить. Вот, все это перерыхлить и посадить, полить обязательно. И осенью до какого времени мы сажаем? Осенью, да, весь сентябрь можно садить. Весь сентябрь сажать? Весь сентябрь можно садить, да. Если есть готовые черенки или приобрели материал, можно сажать весь сентябрь. Спасибо огромное, Любовь Николаевна, вооружившись знаниями, теперь не будем бояться, будем сами черенковать смородину. Да, ну, это, конечно, очень хороший вариант и беззатратный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!